Чарли Ли Ли Немецкая некоммерческая организация The IOTA Foundation объявила, что Robert Bosch Venture Capital, венчурное подразделение Bosch Grow, приобрело значительное количество токенов IOTA. Об этом сообщает Forbes. Кроме того, партнер подразделения Хун Цуань Цзянь войдет в консультационный совет фонда. «Инвестиции венчурной подгруппы в токены IOTA говорят об уверенности в технологии и экосистеме, которую мы создали за эти годы. Распределенный реестр – это будущее интернета вещей, и технологии IOTA могут стать основой для экономики машин», – отметил сооснователь IOTA Доминик Шиннер. Этим шагом RBVC планирует усилить сотрудничество с IOTA в развитии технологии, сделав ее ближе к глобальной экосистеме Bosch и ключевым партнерам. «Мы работаем с командой IOTA уже более года. Нам очень интересны их инновационные технологии, которые потенциально могут стать новыми стандартами бездоверительной коммуникации между устройствами. В будущем подобные технологии будут внедряться все активнее», – добавил Хун Цуань Цзянь. «Отметим, что в течение последних суток цена IOTA демонстрировала уверенный рост, а в ночь на среду 20 декабря средневзвешенный курс криптовалюты по данным CoinMarketCap поднялся до нового рекордного значения в 5 долларов 69 центов». Братья Уинклвоссы разослали части ключей от биткоин-кошельков по всем штатам Америки. К 20 декабря состояние братьев Уинклвоссов в криптовалюте увеличилось почти до 2 миллиардов долларов, миллиард и 300 миллионов в биткоинах и еще 350 миллионов долларов в других криптовалютах. В интервью The New York Times биткоин-миллиардеры рассказали, какие меры предпринимают для защиты своего состояния. О безопасном хранении своего состояния братья задумались с ростом курса биткоина. После нескольких хакерских атак на их кошельки, Уинклвоссы распечатали криптографические ключи, обеспечивающие доступ к биткоинам. Затем они разрезали их на несколько частей, поместив каждый фрагмент в отдельный конверт и разослали их в банковские ячейки по всем штатам Америки. Надежность такой схемы близнецы объясняют тем, что даже если злоумышленник получит часть кода, он не сможет украсть средства. Похожая система используется и криптовалютной биржей Gemini, основателями которой являются сами братья Уинклвоссы. Сегодня близнецы продолжают держать биткоины и расставаться с ними не намерены. Мы по-прежнему думаем, что это лучшая инвестиция в мире и останется таковой спустя десятилетия. А если нет, то лучше жить с чувством разочарования, а не сожаления, заявил Тайлер Уинклвосс. Нобелевский лауреат по экономике Роберт Шиллер, изучавший падение фондового рынка 1987 года и ипотечный кризис 2007 года, заявил, что стоимость биткоина невозможно оценить. Об этом сообщает CNBC. «Я думаю, что нынешняя цена биткоина крайне неоднозначна», — подчеркнул он. «Вы установили верхнюю планку его роста на стоимости всей денежной массы в мире, но это колоссально большая цифра. Поэтому его цена может быть какой угодно между нулем и этим максимальным значением». Кроме того, Шиллер считает глупым оценивать фундаментальную стоимость биткоина в условиях постоянно растущей капитализации цифрового золота. Минфин РФ утверждает, что биткоин рухнет после удешевления майнинг-оборудования. Очередное падение цены биткоина случится после значительного удешевления и ускорения компьютерных процессов. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью «России-24». «Элементы пирамиды там, конечно, присутствуют. Надо помнить, что стоимость биткоина алгоритмически определяется. Она связана со стоимостью электричества и временем на компьютерные расчеты», — пояснил замминистра. По мнению Моисеева, в настоящее время волатильность курса биткоина связана с ажиотажным спросом на него, частичной легализацией криптовалюты в некоторых странах, а также со стоимостью оборудования для майнинга. «Если будет прорыв в значительном удешевлении компьютерных процессов при их ускорении, то биткоин очень быстро упадет. И вот этого никто сейчас не может знать. Уже была такая история, если вы посмотрите на график, когда он очень сильно рухнул. Именно потому, что очень сильно ускорились компьютерные процессы», — отметил Моисеев. Крымская семья назвала сына биткоином. Имя новорожденному выбрано не случайно. По словам отца ребенка, 31-летнего Олега из Симферополя, именно биткоину он обязан своими финансовыми успехами и прочному семейному положению. Кроме того, таким образом, симферополец решил поддержать криптоиндустрию. Впервые об этом сообщил портал finmedia.net. Однако, одним биткоином дело не ограничилось. Родители ребенка намерены называть всех своих будущих детей аналогичным образом и уже даже придумали им имена. Так, если родится девочка, то она будет Дашей в честь криптовалюты Dash. А если мать семейства выносит еще одного сына, то его назовут Сатоши по имени мифического создателя биткоина. Впрочем, в Министерстве юстиции Крыма опровергли информацию о том, что крымского ребенка назвали биткоином. Представители ведомства напомнили, что согласно новым изменениям в Семейном кодексе и Федеральном законе об актах гражданского состояния, родители обязаны избегать в именах новорожденных использования цифр, буквенно-цифровых обозначений, символов, а также бранных слов, указаний на ранги, титулы и должности.